Здарова, гайз! Сегодня будет видос на ОТК Шамана, СПД. Наверное, сейчас это самая лучшая бюджетная колода, и по совместительству это единственная ОТК колода, по-моему, которая есть полноценная в стандарте, но она не то, что прямо сейчас фул ОТК, то есть старый ОТК Шаман, он был более ОТКшный, да, у него было больше сетапов, больше тяжелых карт, вот, была биолюмка, и ты там мог засетапить какой-то ход на 100 дэмэджа даже. Здесь, в принципе, это больше похоже на Берн Деку, потому что, опять же, у нас ушел биолюм, но зато у нас пул раскопок уменьшился до практически карт только на дэмэдж, то есть с раскопки и генерации карт у нас выступает изготовительница жезлов, в принципе, старая карта, добавили вот ее в корсет, она нам дает постоянно либо лягух, либо молнию, либо раскопку, которая может копнуть дэмэдж, либо подарок трала, который равно дэмэдж, вот, иногда дает бесполезный перерасход, в общем, очень полезные единички в среднем дают, которые дают нам дэмэдж, вот, ну и опять же, молниеносные рефлексы, да, тоже подуменьшится пул раскопок, чаще мы с них копаем дэмэдж, чем раньше, и поэтому вот ОТК Шаман выжил в этом аддоне даже без биолюма, вот. В принципе, из СПД карт тут просто, ну, тут вместо биолюма, в сути, положили все СПД карты, ну, то есть заперт лежит, как старые добрые, и лежат еще Кобальт и Италнус, вот, также помогает дюбнуть дэмэдж нам помощник Сухая Чешуя, вот, ну и, конечно, Коми Вейжорчик, просто как тамповая карта сюда легла, помимо всего прочего, да, и в деке ни одной легендарки, опять же, нет, вот, многие люди там, меня спрашивают, какую проблему с пыльчат крафтить, вот, СПД ОТК Шаман прям суперсильный, мне кажется, ну, не то, что это тир 1 дека, у него есть мертвый матчап, это воин, да, который, в сути, просто вжимает 10 карт на армор и выходит из рейнджа летал навсегда, но даже с воином можно выиграть, если, допустим, у нас первый ход есть, да, и нам вообще зашла вспышка вовремя, зашли все СПД карты вовремя, ну, в общем, воина иногда, конечно, можно выиграть, но чаще всего, конечно, он отбивается, а так, у Шаманщика как будто из плохих матчапов вообще, наверное, ДХ, и то ДХ, мне кажется, так, 50-50 примерно, вот, он просто, опять же, с пушкой ранее нас может здорово запушить, вот, на 10 секреты неприятные, а так, в целом, Шаман, мне кажется, играет со всеми, со всеми деками, с Хантером у него, мне кажется, вообще хороший матчап с паладином, ну, наверное, тоже 50-50 примерно, ну, может, даже чуть-чуть в пользу Шамана, вот, примерно так дек работает, ну, как, точнее, как она работает, вообще, нам нужно, прежде всего, темпонуть, найти ядро в карте, типа золотоискателя, типа, типа, тотемчика, да, замечательного тотема, и задровать деку, засетапить вспышку, ну, допустим, ее на пятый ход, скорее всего, вы будете нажимать тирана шестой, вот, забрать кучу СПД в своей руке, конкретно парочку, да, Кобальда и начинающего молниемета, вот, полутать, постараться карты для генераторов ресурсов, да, то есть изготовительницы жеслов, хотим полутать карту с Камивайжора, вот, собрать много дэмэджа в руке, кинуть все СПД за ход, начинать, конечно, ход лучше всего с молниеносных рефлексов, вот, искать дэмэдж и побеждать как-то, ну, надеюсь, геймплей, как бы, более подробно все увидите, вот, давайте по мулигану пройдемся по-быстрому, ну, вообще, пушка с монетой, это кипабл карта, без монеты, наверное, не кипабл, Камивайжор всегда кипабл, двух оставлять не стоит, одного всегда, конечно, оставляем, золотоискатель всегда оставляем, и тотемчик тоже, конечно, всегда оставляем, вот, скайной, ну, вот это карты, которые можем кипать без кайны, скайной, наверное, можно оставить когти и даже вспышку иногда можно оставить, если у нас уже какая-то игра пришла с тотемом или золотоискателем. Вот. Ну и с кайной можно, наверное, иногда оставить второй дроп, если мы очень сильно хотим сделать второй ход, типа изготовительность жезлов и помощника сухая чешуя. Ну, талласа, в принципе, можно оставлять под пушку. Без пушки, наверное, талласа не стоит оставлять. Вот. И примерно такой кип. А, ну и еще молниеметы, если мы ходим первыми и против нас играет дека без ремовала, наверное, тоже можно оставить. Допустим, против бойна того же самого, мне кажется, можно оставить молниемета. Как-то так. Ну и все. Такой мулиган. Погнали посмотрим, когда дека играет. Получается. Первый соперник. Хватник. Дар грома как будто кипа был, конечно, против охватника, но в любом случае он пришел. Первого хода нет, жаль, но ничего страшного вроде. Первый. Всегда золото искать лет. Видите, я его не буду. Офк. Накс сухая чешуя. Агрессивная стратегия. Ого. Так, ну молнию я здесь отдам. Плюс потемчик, будто да. Вроде это правильно. Две карты, здорово. Плюс армор тоже здорово. Накс сухая чешуя, на пятый вспышка, на... На шестой вроде буду пытаться его убить. Вдруг карт закончился, но ничего. Мне золото искатель две карты дал. Вроде силно. Так, еще золото искатель. Ну как будто да, его... Так, ну а на шестой хочу, что я плюс карта, и... Буду пытаться леталить на шестой. Вроде по-другому никак. А, ну кстати, это здорово. Это гроза просто как будто да. И потом... Ну да. Крашу в Тантер. Ну вроде легко, вроде... Отбиваем весь темп, его... Ну это точно не сетап летало будет, как будто бы. Не верю. Че за пиздец? О, че-то пролгал у меня немножко. Ничего страшного. Вообще он заулынился прям по полной программе, как будто бы это... СПД плюс... Еще УЕ. На щиле. Меня никого вроде не торопит в этой партии. Мне главное не отлететь... С лицом. А убить я его, наверное, всегда успею в среднем. Будет ли трейдить Кабанистра? Трейдит Кабанистра. Это здорово. Ну две УЕшки я, конечно, отдал. Еще вспышка. Петч, еще вспышка. Очень много раскопок. Вроде в правильном ордере все сделал. Даже. Угадал. Грубо говоря. Ну все. С таким количеством обрезов Хантер просто не победит меня никак. Не успел меня запушить. Делал за малым. Так сказать. Ну просто я по картам его победил. Не особо сложно это было. Как бы две УЕшки, я говорю, вот кипа балл, потому что вот такие ситуации могут быть с Хантером, когда он там заулынется. И мы просто почистим все и выиграем спокойно. Тут вообще, по-моему, летал даже легчайший. Может, похили себя по приколу. Ну вот так вот изи с Хантером отбили стол и сломали лицо. Хайф. Я не знаю, какой-то тем, наверное, надо делать. Anyway. Конечно, он не трейдится, но возьмет мне две карты, скорее всего. Сейчас, одну секунду, включу трейкер. Вот. Ну, пал, вроде, на второй не может просто убить карту. Хорошо. А, она до третьего, его там холодитель на второй ход ставит, но это кринж. Что-то может разводить хорошую карту, теория. СПД много. Возможно, Anax 2-2 плюс 3-2, чтобы активировать две карты, найти кучу спеллов. У него еще там... Так, молния, это здорово. Он, наверное, 3-2 темпанул. Вариантов особо нет, как еще активировать эти карты. Перерасход, вроде, тоже найс. Во мне бушует пуля. Ну, две раскопки было делать на Anax, дальше посмотрим. Ну, в принципе, у меня уже много перегрузки, а эту карту даже можно не обменивать. А найти флэш. Флэш к пятому, если найду, то... На пятый нажму флэш, и на шестой попытаюсь его убить. Конечно, это все вилами по воде писано. Пока что. Пушка всегда есть, всегда умом. Хорошо, что он трейдится, на самом деле. Как будто бы. Одну раскопку точно делаем. Флэш есть. Наверное, золотоискатель. Или еще карту. Не, наверное, еще карту. Удар грома, вроде база. Что, на Anax, наверное, флэш. Плюс золотоискатель, либо удар грома. Наверное, флэш плюс золотоискатель, пускай мивайжор. И жестко сидим. Раскопочка есть. В принципе, оттуда могу хил найти. Одно СПД есть. Еще бы одно найти было бы найс. Но это вряд ли СПД оплетало. Это точно не СПД оплетало от него. Темповый ход просто. Я Лерой и это СПД оплетало, возможно. Я Лерой, вроде, тоже не СПД оплетало. Второе СПД пришло, вроде здорово. Третье СПД пришло, тоже здорово. Ну, все вроде по плану. Окей, стопдэк. На три СПД мне хватает, вроде здесь. Ну, дэмэджа не то, чтобы много, конечно. Пойдет. Ну, все будет зависеть от раскопки. Беру дело в свои руки. Ну, два тантра, это здорово. Ищем карту. Так, ну все, СПД как будто бы надо ставить. Даже. Молния, ну, по-моему, с молнией тут 100 летал. Здорово. Ну, хорошие раскопки поймал. Победил. Ну, еще три дамжа сверху было. Летал шестой ход. Изи. Вот такой вот паладинчик. Идем дальше. Коварищ СПД, Крист. Изолей. Привет, изолей. У. Ну, не знаю, 3-2 можно оставить чисто по темпу. Вспышку вроде нельзя оставлять. 3-2 можно отредить его 1-3. Которым он будет, карта добирается. Так что, не знаю, вроде нормальный кип. Пеним. Здоровуюсь. Уж нет-то. Подпищечку. Хорошо, что я 3-2 поставил. Голю-трейд. Ага. Вообще, в идеале бы тут. Побдакнуть. Ну-ка, выезжаешь, кстати, неплохой тубдак. Ну, 3-2, наверное, надо запредить. Anyway. Он пропускает ход. Ну, в принципе, какой-то урон есть уже в руке. Дрова нету. Начинаю операцию. Копировал карту. Окей. Не знаю, Хекс, как будто нет смысла отдавать. Наверное, на дрова. Тотем. 2 трейда. Пропушить, конечно, хотелось бы ему демош, но охота вообще за протекти. Тотем, если тотем мне две карты возьмет, будет здорово. Начинаю операцию. Ну, это пока не суперсильно все, как будто бы. Еще я сюда Хекс уже охота отдать. Отдам ли я сюда Хекс. Эту карту точно надо обменять. Это надо Хекс. 4-7, что-то впадло на столе терпеть. Ну, плюс еще осложнее ему забирание таунта. Ой, точнее, забирание моего тотемчика. Вообще, через таунт он как будто тотемчик не добирает. И если он мне возьмет три карты, это прям суперздорово будет. Вообще, пофиг на все эти бафы ХП, на самом деле. Ну, натиск, кстати, карта его тут здорово спасает. Но если не натиск карта, то... Провокация, пофиг. Ну, тотем взял три карты, очень хорошо. Это не сетап летала, но это, конечно, не суперприятно. Но у меня СПД есть, АОЕшка есть уже и две раскопки есть. Вот. Ну, кстати говоря, все не так уж и здорово. Две молнии. Ну, вспышки нет, блин. Просто вообще, возможно... Не знаю, как играть правильно было. На самом деле, что-то сложно. Без вспышки в этом споте немножечко сложно. Но мне кажется, он не засетапит летал даже в два хода. Хотя могу ошибаться. Ну, дровкарт у него нет прям... Сидных каких-то. Чуть дамеджи сделал, похилился, окей. Ну, возможно, мне сейчас надо одно существо как-то убить. Через таланаса, допустим, убить существо, потащить с Наги вспышку и засетапить ход. Как будто бы это самое правильное, что я могу сделать. Вспышка есть, здорово. Ну, и на Next я его, наверное, убью. Должно вроде хватить. Разумея, спд. Ты устал, нас берет карту. У меня два топ-дек. А, я понял, кстати. Это умом. Это умом. Подсейвил коровочку. И засетапит летал. Здорово, здорово, блин, здорово. Это омега неприятно. 18 дамеджа. Не знаю. Гроза. Лягушки. Гроза вроде ничего не делает. Абсолютно. Лягушки было стоить два. Не знаю. Возьму грозу. Окей. Ну, а запрежу. О, допустим. На двух хп живу. Ну, разве это жизнь? Что, мне не хватает одной ман, да? Получается на мерку. Да, это грустно. Пиздец с умом, конечно. Я в ахуе. Победа за тобой. Победа за тобой. Поварищ Суперник Маг. Отпразднуем новый цикл. Я воплощенная ярость. Я не могу это сделать. Один второй дроп оставлю. Нормальный дропец. У дрова не пришло. Пришел первый ход. Окей. На пушку, наверное, не буду биться. Я с счет Талмаса могу даже поставить. Вообще, Талмаса вроде не ошибка. Поставить на второй под пушку. Но если что-то трейдить надо будет, 100% поставлю. Ну, очень сложный ход. Конечно. Талмас пригодился. Доволен. Next Time. Макситют хорошая карта, конечно. Ну, потом сыграю. КСПД, наверное, если стоит, есть смысл удариться. Если Тотем два хода простоит, опять же win. Если не простоит, то, возможно, луз. Ну, начало хорошее, в принципе. Решил не убивать Тотем на прошлой. Ой, точнее, не Тотем. Короче. Ладно. Фигня. Короче, сморозил. Чё за карта. Чё за карта. Какая вяжа рука. Сначала, наверное, Тотем, посмотрел. Сидим, делать нечего вроде. Вообще, дамаж нормально, опять же, нужна вспышка и, может, что-то придумаем. Ну, вот, любимые секреты с Макситюта. Очень честные, кстати. Ну, грубо говоря, ходов у меня нет. Особо. Сделал в этот трейд. Надо сидеть, опять же. Возможно, что там антимагия. Антимагия, это, конечно, мега неприятно. И еще один секрет. Какой же ты здоровский чел. Как же все умом, как же все умом. Как же, блин, все умом. Я не могу чекать антимагию, пока что, к сожалению. Там точно антимагия и еще че-то. И армор, скорее всего. Ну да, антимагия и армор. Видимо, одно СПД придется отдать. Так, ну, тут надо чекать. Тут ничего не надо чекать. Но вот так и надо отдать, вроде здесь. Просто найти вспышку. Да. Подарок, наверное, меня. Хотя, лягухи вроде менее важны с другой стороны, да. Я не знаю, смогу я его убить или нет. У меня уже точно надо сетапить на next ход. Какой-то ход. Конечно, СПД темп рельнулся на предыдущий. Но вообще, у него не так уж много хп. Мне кажется, есть варианты с двумя СПД его убить. Здесь не будет никакого скамма с антимагией. Здорово. Опять же, Макситют, Кангар найдено. Вот просто по щелчку пальцев буквально. Посмотрим, сколько там дамажа. 5. Вообще, СПД там, если стоит, то как будто летал. Ну, вроде летал даже. Не уверен. Ладно, я понял. Удачи, удачи, удачи всем, удачи. Посмотрим, может, и так летал. Вообще, на тотем тут могу рыгнуть еще раз как-то. Хватает манки. Ну, кстати говоря, вроде ровно летал. Доволен. Жесть, доволен. Ну, вот такие вот были игры на АТК Шимане. В принципе, декочка прикольная. Наверное, самая лучшая бюджетная колода сейчас. В принципе, Шиман прикольная, но чего-то ему не хватает. Конкретно его могут за скамить там коровами, да, этими могут за скамить крысами. У него нет каких-то ультимативных винг-эдишн. Потому что, ну, вся, да, в сути, состоит из нелегендарных карт. Но дека прикольная, по сути, по-моему, единственная сейчас АТК дека, вот полноценная, которая есть в стандарте. Поэтому для любителей комбо-колод самое то. А для любителей комбо-колод без пыли вообще мега-стол. Ну, ставь лайк, если понравилось, как я играю. Ставь лайк, если понравилась колода. Переходи на Twitch, если хочешь больше геймплея, переходи в Telegram, если хочешь больше колод. И-бы-бы-бы-бы-бы-бы-бы.